Добрый день! Добрый день! Вечер уже, да? А где же вечер? Все, дорогие друзья, Пенза, Саратов, Владимир, подключайтесь, Александр Васильев с нами. Пенза, Саратов, Владимир, вы чувствуете, да? И напомню тем, кто слушает нас в других городах, что во время нашей презентации сегодняшней и разговора вы еще можете заказать книги Александра Васильева с подписью, с автографом. Это надо сделать либо по кваркоду, который у вас на экране, либо на сайте moskobooks.ru. А теперь Александр Васильев. Добрый день! Здравствуйте! Простите за маленькое опоздание, это пробки в Москве. Я сегодня прилетел, очень счастливо, уже не помню откуда-то, откуда-то я прилетел. Куда-то я сегодня уезжаю, как всегда. Много работы, и это говорит о востребованности. Сегодня у меня праздник, праздник личный, потому что перед вами очень необычная книга. Это, неприлично сказать, восемнадцатое переиздание. Восемнадцатое переиздание моего бестселлера «Красота в изгнании», который впервые вышел в 1900, так и живут, да? В 1998 году этой книги. 22 года. С тех пор она была издана на разных языках, вышла в Нью-Йорке, неудивительно. Вышла частями в Японии, вышла частями в Италии, ее напечатали полностью в Риге, где, говорят, не любят русские книги, вранье обожают на латышском языке. И эта книга с тех пор была очень сильно изменена. Она стала цветной, а не черно-белой. Она стала двухтомником, а не однотомником. Она получила очень много новой информации. И главная причина этих метаморфоз связана с тем, что написана она была мною в доинтернетный период. Когда не было у нас такого потрясающего ресурса, как великий и могучий Гугл, я создавал эту книгу в библиотеках, в архивах, в разных странах мира. Это у меня заняло 10 лет работы. Потому что мое счастье в том, что в те годы, когда я приехал во Францию, а я переехал туда в 82-м году, почти 40 лет назад, была жива волна первых эмигрантов. Сейчас их нету. Это музей. Сейчас в Москве есть прекрасный музей русской эмиграции. Вот я недавно был на Верхней Радисчевской улице, в доме русского зарубежья. Там, правда, мало посетителей, но очень красивый музей, очень трогательные экспонаты, очень много историй, очень много личных документов. Но в ту пору не было таких музеев, в ту пору не было таких архивов, в ту пору у меня не было возможности, никакой возможности, кроме устных пересказов, откуда-то это получить. Я работал в библиотеках, я работал в архивах, но главное, я застал людей, которые были живыми свидетелями. С тех пор, конечно, книжку разодрали на куски, в интернете, на всех сайтах, без моего имени. Куски красоты в изгнании просто валяют люди. Русские красавицы, Натали Полей, Пробери Эристову, Протею Бобрикову, причем как будто Зоя Пупсикова, как будто это она взяла. Я не против, что Зоя пишет. Ну, говорит, напиши из книги Александра Васильева. Я говорю, это что называется плагиат, я всегда им подписываю, очень вежливо. Плагиат, он же наказуем, ну, наверное, в России нет, неважно, меня не убудет, я богатый. Также я выключу всех женщин, которые меня хотят. Значит, и сегодня издательство «Слова» очень вовремя, очень своевременно, в канун 8 марта, издает эту книгу, которая будет вашим другом, другом для всех тех, кто любит моду, историю, красоту, Россию, для всех тех, кто хочет узнать об этой теме, которая у нас долгое время была сначала табу, потому что железный занавес, потом какими-то урывками что-то узнавали, тут все это собрано вместе. Счастье мое в том, что на базе этой книги был создан, например, балет у Аллы Сигаловой «Грёзы любви», были созданы показы моды многими дизайнерами, телесериал, который называется «Дуновение века», и были сделаны многие объекты, был возрожден дом Ирфе, который, правда, существовал ровно 4 года, как и первый. Видимо, какая-то карма на нем лежит. И люди заинтересовались этой темой, стали каким-то образом цитировать и эти модели, и эти платья. И так как я еще и собственник большинства иллюстраций, эти фотографии мне принадлежат, и большинства платьев, которые здесь очень красиво сфотографированы, эти вещи я выставляю, выставляю в разных странах и все время пропагандирую эту тему. В частности, сейчас у меня открыта большая выставка, которая очень красиво называется «Когда аристократы создавали моду». А был такой период, когда аристократы, которые тогда были ожива, сейчас просто ее нет в живых, они интересовались модами. Почему? Потому что они не получали другого образования женщины, а умели и шить, и рисовать, и вышивать, и были красивыми. И вот все это вместе подарило им такой эстетический, как бы сказать, бульон, в котором выросли вот эти дома. И сейчас, вот, например, у меня эта выставка открыта в Национальном музее декоративных искусств Литвы в Вильнюсе, и она очень пользуется большим успехом. Туда ходят люди до тысячи человек в день, что для небольшой страны, небольшого города невероятный успех. И женщины стоят с открытыми ртами, особенно почему-то нравится платье книги Аболенской. И все им фотографируют, и перерисовывают также там ротонной императрицы Александры Федоровны. И во всяком случае, это интересная тема. Книга «Красота в изгнании» — это, конечно, большой дар всем тем, кто хочет этим заниматься, всем тем, кто хочет быть ближе, потому что время уходит, уже ушло. Мы живем в 21 веке. В 20-м году, а рассказываем про 20-е годы того века. Это 100 лет назад. Ну, естественно, что никто не выжил. 100 лет назад. И несмотря на то, что балерина Ксения Триполитова еще жива, ей 105 лет, но она овощи. Но она овощи. Да, она была очень бодра и машину водила, но сейчас только «да», «нет» и кушает все. Ну, аппетит есть. Тем не менее, это хорошо. И таблетки все принимают. Поэтому живите долго, живите счастливо. И я буду очень рад ответить на вопросы. Библиотек, вас, дорогие мои поклонницы и поклонники. Я вообще благодарен вам, что вот сейчас, наверное, снимете сколько людей. Пожалуйста, спасибо. Покажите. Потому что ведь не поверят, что столько пришло. Я рад, что вы тут, и что вам интересно и на меня посмотреть книжку, купить автограф, получить фарфор, расписать. Это счастье. Какие вопросы? Тогда два вопроса от нашей аудитории, а потом мы будем переезжать, пожалуйста. Кто первый под днем, тот и будет. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Ваши выставки с успехом проходят за границей. И в России. Да, и в России. А в Москве на ВДНХ было в прошлом году? Много, много. Много раз вы делали. Что нас ждет в этом году в Москве? Нас ждут две большие выставки в конце года. Одна будет посвящена теме этой книги «Красота в изгнании». Очень Екатерина Леонидовна Мосина будет рада. Она называется «Русский Константинополь». И мы готовим ее в Музей Востока. Там сейчас мы готовим даже каталог. Будем снимать и платье, и мебель. В общем, это большое счастье для меня. Все выставки очень многодельны. Чаще всего в Инстаграм, где у меня один миллион сто тысяч подписчиков. Это тоже «Ура!» Спасибо вам. Вы тоже среди них. Люди пишут. А когда вы к нам в Нальчик привезете? А когда вы к нам привезете в Челябинск? Когда вы к нам привезете в Сыктывкан? Когда вы заплатите? Тогда я привезу. Потому что они наивные. Они считают, что у всех этих моделей какие-то ножки. Они сейчас вот бегут и сразу в сторону Воркуты или в сторону Липецка прибегают. Становятся в ряд. Женщины приходят. Я тут. Со мной сфоткались. Разошлись домой. Говорят, ой, Ленка, он был. Я фоткалась. Вот оно. Это не так выставки делаются. Это музейное помещение. Это аренда. Это освещение. Это страховка. Это реклама. Это огромная работа. Любую выставку организовать очень многодельно. Я не жалуюсь. Это моя специальность. Я в этом году делаю 17 выставок. Всего я сделал 224 выставки костюмов. Я знаю, о чем я говорю. Я в этом смысле больше профессионал, чем очень многие. Но представьте, с бухты-барахты ни в одном городе никак нельзя организовать, если нет участия другой страны. Принимающие страны. Вот как это называется. Но в последний раз мне очень интересно написали письмо из подмосковного города. Как мы муниципальный музей. У нас очень большой дворец. Усадьба дворянская. Все очень красиво. У нас, правда, нет денег. Но вы все равно привезите нам самые редкие платья. Мы муниципальные. Я говорю, простите, а как я буду платить моим сотрудникам? А как я буду это все перевозить? Вот манекены, вот упаковка. Ну, мы же муниципальные. Ну, значит, тогда придете в музей Москвы, где будет выставка «Русская зима». Или в музей Востока, где будет выставка «Русский господин». Купите билет. Правильно? И полюбуетесь. Ну, я так еще не дошел до того, чтобы перед подъездом разбросить какой-то тент, выставить все. Потому что многие женщины так пишут. Я живу далеко, мне далеко до Москвы, из Брянска. А вы в Брянск не подвезете конкретно на мою улицу? Да, я сделаю ярмарку такую, поставлю. Понимаете, с одной стороны, это любовь людей. Они действительно тянутся. С другой стороны, может быть, у них действительно нет копеек. Я же не могу рыться в карманах людей. А с третьей стороны, ну, как это сделать? Привезти. Она выйдет в халатик и скажет. Ой, Зинбран привез. Гляди, какие красивые плачки. Ну, ладно, я пошла, мне на работу надо. Александр Александрович, следующий вопрос есть у кого-то? Не похоже. А то будем переходить сейчас к Владимиру тогда, раз не будете задавать вопрос. Давайте. Вот красивая блондинка в очках. Где? Блонтинка, вот она, вот здесь. И вот красивая вылезает. Быстренько. Здравствуйте. Здравствуйте, Владинка. Да, быстро. Очень рада вас видеть. И да. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что среди людей бывает такая любовь, как, например, та, которую вас любит ваша собачка-котик. Трудно сравнивать, потому что у людей другие габариты. Собачка-котик все-таки 12 килограмм. Люди обычно под 100 кг окружают, поэтому это не то же самое. Конечно, котик любит, ему уже 14 лет, но он сейчас плохо видит, и он больше любит свою еду, свою подушку и вот свое гуляние во дворе. У него свои какие-то приоритеты на старости лет. Ну, наверное, тоже я рад, что вы меня любите, и мне это очень лестно. И действительно, надо сказать, что любовь ко мне сильна. Очень многие приносят мне платья, туфли, сумки. Да вот уже сегодня тоже... Огромное количество дарителей, и всегда только просьба к дарителям, напишите записку, от кого и что это. Потому что очень часто люди приносят, и мы потом эти пакетики раскрываем, и мы ничего не знаем. Не город. Ну, год мы можем догадаться, потому что это моя специальность, а кто носил, кто дарил. Ничего, поэтому записочку хотя бы. Потому что если нет возможности лично рассказать из суеты презентации, записка спасает, ну, например, вот я вам расскажу в связи с книгой. В Баврансе была очень популярна одно время русско-французская балерина Людмила Черина. Она была очень красивая, она снималась в Голливуде, она танцевала в 50-е, в 60-е годы, и была просто великолепная звезда. И совершенно случайно в Париже, в одном из подвалов, домов, найден был ее дорожный кофр с ее костюмами, которые были еще все в гриме, которые были пропахши потом, которые были полны сантимента сцены. Но то ли она его потеряла, то ли его украли на железной дороге, знаете, всякое бывает. Осталось без него, там много, 8 платьев там лежало. И мне, конечно, не продали, не продали его, я очень был рад, и чистили. То есть вот такие вещи совершенно случайно, неожиданно можно найти, не надо опускать руки и сказать, ну, чего там найдешь из этой эпохи. В принципе, очень много. Вот, например, тоже не так давно в Париже я приобрел ротонду императрицы Александры Федоровны. Это все-таки исторический персонаж, связан с нашей историей, очень ценная вещь. И эта вещь находилась у торговки старинным винтажным нарядом 25 лет. она мне говорила, у меня есть, но я не могу найти. Почему? Пока она не обанкротилась, выйдя на пенсию. И тогда ей надо было вычищать магазин. И чистя магазин, она мне позвонила и сказала, «Алло, тебе, котик?» «Жетон Бризак». Так что марка называется Бризак. Очень знаменитая марка в Петербурге, которая одевала императскую зону. Я договорился, расплатился, привез, реставрировал, очистил, все дело. И мы нашли фотографию императрицы. В 1898 году на спуске яхты на Балтийском море в этой ротонде стоит прекрасная... Мы знали, что это императорская. Мы, правда, не знали, в том году, какого числа она носила. Но так как фото есть, то легко такие вещи найти. А Бризак, это императорский дом, там только одевались лица царствующего дома. Не пускали никого, кроме Вяльцева и Павлова. Чтобы даже не портили им клиентуру. Так что, в принципе, многое можно найти. И по фотографиям. Вот сейчас я, например, готовлю книгу «Воспоминания Олега Кассини». Это выдающийся кутюрье, который родился в Петербурге и тоже принадлежал первой русской эмиграции. О нем здесь глава есть в новом издании «Красоты». Все можно поискать и найти. Но точность и быстрота не гарантируются. То есть, может, и через 25 лет найдется, а может быть, вскоре. Но надежду не теряйте, если вы что-то делаете. Я вам всем советую наметить цель, идти к ней и выполнять. Вот я так всегда делаю. И у меня... Вот мы наметили цель сейчас. Владимир! Владимир! Здравствуйте, Владимир! Владимир, ваши вопросы? Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте! Вы нас слышите? Слышу вот так, прекрасно! Вы... Вы прекрасно выглядите, как всегда, впрочем. Спасибо, дорогая. Владимир вас приветствует. Спасибо. Мы находимся в областной библиотеке для детей и молодежи. Как здорово! Смотрите, как много поклонников. Я вижу, вижу, даже цвета разные. Волосы тут зеленые, лиловые на первом плане. Хотелось бы, если... Если позволите, мы несколько вопросов задаем. Два вопроса, чтобы... Два вопроса на город. На город, да. Ой, боже, как мало мы... Начинайте. Начинайте. Хорошо. Александр Александрович, вот когда вы выпускали свою книгу «Русская мода. 150 лет фотографии», мы озвучили такую мысль. Социальные экономические и политические причины влияют на характер русской моды. Вот скажите, исходя из сегодняшней социальной, политической и экономической ситуации, какой должна быть мода? Какой силуэт может быть? Какие ткани? Даже какое выражение лица? Какой вот у нас будет весной? Погодите. Я не знаю вашего имени, но я отвечу. Это, конечно, не имеет... Я зовут Ирина. Ирина, это, конечно, не имеет отношения никакого презентации красоты в изгнании, но я отвечу. Дело в том, что весенняя мода, она уже вся давно в магазинах, и она вся будет, как всегда, в пастельных тонах, потому что пастельные тона всегда продаются весной. И, конечно, это будет царство белого и бежевого цвета, и голубого, и нежно-желтого, и гороха, и клетки, и полоски. И все это мы, конечно, увидим. А выражение лица, понимаете, у нас по последним статистическим данным мужчин ровно на 10 миллионов меньше, чем женщин. Это давность. У нас 57 миллионов мужчин и 67 женщин. Вот 10 миллионов не хватает. Поэтому женщины хотят нравиться. И поэтому русская женщина и весной, и летом очень привлекательна. Она всегда хочет, выходя на улицу, на всякий случай, в магазин или вынос мусора, быть в порядке, то, что называется. То есть причесочка, обувь, губки. Правильно? Потому что женщина верит, что счастье может быть за углом. И этот угол может быть любой угол. Спасибо. Второй вопрос, пожалуйста, Владимир, от вас. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас есть второй вопрос в студии от молодой девушки красивой. В студии, оказывается, в студии, это не мобильная тема. Как вы считаете, у современной молодежи есть вкус? И почему сейчас на подиуме появляются мужчины, одетые в кружева, а девушки одеваются в одежду унисекс? Это о существе вкуса или какие-то другие отношения? Это другие отношения. Смотрите, тут ситуация такая. Молодежь каждый раз диктует свои законы. И поэтому мы не можем сказать, есть ли вкус у молодежи, потому что они привносят нам новые порядки. Ведь мы не можем сравнить моду 18 века и 19, она по вкусу разная. И 19 с 20, и 21 еще другой век. Поэтому ваш вкус – это тот вкус, который будет доминировать везде. И с точки зрения старых правил, может быть, мы бы сказали, что сейчас молодежь одевается не так. Вот я вам приведу пример. Я активный пользователь соцсетей, и самая молодежная сеть у нас ВКонтакте называется. Там очень много школьников и подростков. Они теперь вообще лицо не фотографируют. Все только с затылка. И любимая фотография ВКонтакте – вот поднять вороги, вот так вот так. И написать, типа, «Предводитель вселенной». Вот такие у них ники, понимаете? Или там «Самая красивая», или «Волшебница какая-нибудь». То есть они, а, боятся своей идентификации, боятся своей внешности, боятся критики. И все время закрываются японскими аниме. То есть это говорит о том, что у них личный вкус еще никак не выработан. Они комплексы, они боятся абсолютно сказать, какие они, как они выглядят, что они любят. Боятся произнести слово и пишут все неграмотно по-русски. Пишут хырышо, ну что угодно, даже самые простые слова. Все с ошибками. Это, конечно, говорит о драме культурной. А вопросы вкуса мы узнаем, когда никуда вступим. Спасибо большое, Владимир. Напоминаю вам, что книгу и эту, и другие книги Александра Васильева. Вы можете во время нашей встречи заказать в нашем интернет-магазине moscobux.ru И у вас есть квак-код, по которому вы прямо выходите на книги Александра. Да, я отвечу на вторую часть очень быстро. Почему мужчины в кружевах, а почему женщины в унисекс? Потому что женщины стали сильнее мужчин. Женщины зарабатывают больше, чем мужчины, организованней. Они руководят всем. А так как мужчины в меньшинстве, ну конкретно в нашей стране, в других не так, они стали немножко жертвой ухаживаний. Не мужчина проявляет интерес, а женщины стали проявлять интерес к мужчине. Они говорят, а вот может мы пойдем на кофе, а может мы сходим в ресторанчик, а может... И мужчина себя чувствует не так, как раньше. Не он будет кормить, он знает, что его прокормят. Что его помоют, что его переоденут, понимаете? И это драма социального порядка, а не порядка моды. Это мое личное мнение. Можете соглашаться. Спасибо большое, Александр Александрович. Саратов, вы на связи. Саратов. Саратов, вы нас слышите? Добрый день. Добрый день. Вы нас слышите? Да. Приветствую всех участников Книжного телемоста. Александр Александрович. Да. Мы рады встрече с вами. Вы бывали у нас в Саратове с лекциями. Вы вам. Поэтому вас здесь знают или нет. И первый вопрос от наших читателей. Давайте. Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович. Не прибоюсь даже такого слова. Общаемый Александр Александрович. Мне хочется очень, чтобы наши студенты Саратовского художественного училища о вас узнали побольше и тоже начали вас обожать. Мой вопрос таков. Как родилась идея создания вашей богатейшей коллекции костюм? С чего она начиналась? Может быть, вы помните, с какой именно вещи она начиналась? Все, спасибо. Смотрите. Я сын актрисы и театрального художника. Я родился в театральной творческой семье. И много времени в детстве проводил в костюмерной, в гримёрной. Очень интересовался вообще костюмами с детских лет. И так как я принадлежал к редкой, привилегированной части населения, мой папа был достаточно состоятелен. Он был народный художник и академик. И он мне сделал подарок, о котором сейчас даже немыслимо сказать. Когда мне исполнилось 16 лет, он подарил мне 5000 рублей. Это было 5 дач. Тогда дача стоила 1000 рублей. Машина «Жигули». Машина «Жигули». И я это потратил на старину, а не на развлечение. И вот так я стал собирать. В 16 лет первое платье я приобрёл. Потом другие вещи. Делал объявления. Тогда ведь не было интернет. Развешивал на водосточных трубах. Куплю старинные платья. И как ни странно, мне звонили. Потому что у людей было, и они говорят, ну ещё покупают. Им было интересно. Продавали всё дорого. Не было так, чтобы за 3 рубля. Платье продавали за 25 рублей, за 40 рублей. И тогда это были грандиозные деньги. Вы сами знаете, это были немыслимо. Немыслимо. И вот я стал собирать. Пока не уехал во Францию. Там появились блошиные рынки, которых здесь не было. Потому что Измайлова не существовало. И мне стали приносить очень. То есть я стал туда ходить и выискивать. И сейчас коллекция огромная, очень счастливая, очень богатая. Много очень новых приобретений. И через аукционы, и через интернет, и через антикварные магазины. И очень много выставок. Я же это делаю не как какой-то стяжатель. Я это всё вам же и отдаю. Потому что вы на это смотрите. А так бы никогда не увидели. Лежал бы в чемодане на антарисоле у кого-то. И никогда бы не увидели. Но мне здесь удалось, например, обойти всех актрис, балерин, певиц, наследников. Вот Василий мне очень помогал. Мы находили огромное количество вещей у людей. Потому что, как ни странно, у нас в номинале ведь есть музей моды в гостином дворе. Он существует. Но они не делают работы своей. Они устраивают пение, вечера, поэзии. Это тоже интересно. Почему нет экспозиции? Нет, постоянной экспозиции нет. Сейчас не будем их критиковать. Но дело в том, что страна такая огромная, такая культурная, такая историческая, как Россия, ну не может не иметь, хотя бы в Москве и Петербурге, музей моды. Люди же одевались. И одевались очень интересно. У нас есть свой стиль. Русский стиль. У нас есть свои кутюрье. У нас есть своя традиция. В вышивке, в мережке, в ткачестве. Что обсуждать? В головных уборах, в мехах, в украшениях. Это же должно быть не устная традиция, как носили раньше, скажем, косоворотку или наоборот кафтан. Но люди должны прийти и увидеть, если мы хотим, чтобы как-то это передавалось поколению. Я считаю, что это просто необходимо. Причем базово. Мы же ходим в Третьяковскую галерею, ходим на картины. Словно, на картинках можем увидеть, а в реальности нет. Там на портретах есть костюмы. И немало. И в Русском музее. И немало. Какие еще вопросы? А мы сейчас в Саратов. Саратов, второй вопрос. Александр Александрович, в одном из интервью Вы говорили, что нельзя поставить равенство между такими понятиями, как мода, стиль, элегантность. Но ведь, возможно, идеальное такое сочетание одновременно, чтобы человек был модным, стильным, элегантным. Нет, конечно, чтобы. Ваше мнение, что же все-таки в этих качествах прилично и как можно это сочетать? Сочетать нельзя. Спасибо. Первое, сочетать нельзя, на мой взгляд. Во-первых, мода не старается быть элегантной. Сегодня нет такого даже понятия элегантная мода. Сегодня она должна быть странной, вызывающей, противоречивой, кричащей, запоминающейся. Элегантность – это способность выбирать. Слово элегантность произошло от французского слова «элегсион», что значит чувство выбора. То есть выбрать так предметы своего туалета, чтобы вместе они сочетались, не создавая какофонии и шли к вашему образу. К моде это не имеет отношения, это скорее к стилю имеет отношение. Вот я работаю уже много лет в журнале «Семь дней». И каждую неделю вы нам читаете, критикую, ласково критикую звезд и певцов, и артистов, и там кого угодно. И даю им советы дельные. Я им говорю, как можно улучшить, не как ухудшить, а как можно, что можно сделать, чтобы не было ощущения дисгармонии. Вот сегодня мы разбирали, например, вы прочтете, актрису Яковлеву. У нее очень красивые нефритовые глаза, очень красивый оттенок. А она, видимо, этот оттенок зеленого, нежно-зеленого, просто терпеть не может. И ни разу не носит. А вот ей, наоборот, нравится яркое свекло, кораллы, а глаза на этом фоне очень блеклые сразу становятся. И как бы, ну, не находит общего. Или, скажем, разбирали знаменитую артистку Чутлану Хаматову. Она, когда принятка, она очень красивая. А когда она в блонде желтого цвета, она сразу некрасивая. Цвета неприродные и очень плохо зачитаются. И это к моде не имеет никакого отношения. Вообще гнаться за мрад, что вы здесь. То есть гнаться за модой – бесполезное дело. Она всегда убежит. И в тот момент, когда вы приходите в магазин за новой вещью, она уже вышла из моды, вы должны знать. К тому моменту, когда ее продают в вашем городе, она уже не модна. И это бессмыслица. И люди, которые думают, я сейчас догоню, нет? Надо свой стиль иметь, свой стиль, понимать, что вам идут ваши фигуры, вашему возрасту, вашей цветовой гамме. А какие-то элементы ультрамодные, они могут касаться цвета, формы обуви, например. Это всегда формы сумки. Это детали. Они, да, формы очков, например. Такие детали. Спасибо большое. Саратов, напоминаем вам, что заказываете книги Александра Васильева и «Красоту в изгнании» и другие на сайте moscobux.ru. Можете с автографом сегодня эту книгу получить. Я с удовольствием. Да. Какой город? И мы переезжали в Пензу. Это вообще прелесть. Я всегда очень думал, кто там живут. Мир там, понимаете. Да, я знаю. Всякие. Добрый день, Александр Александрович. Пенза на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Прекрасно. Пенза, вы нас слышите? Да, да. Пенза, слышу. Позвольте вас купить от Славы. Спасибо. Наш партнер, рекоменда «Грады» рад вас видеть. Спасибо. А мы, конечно, приезжали в наш город, имело счастье видеть вас лично. Конечно, мы очень готовились к нашей встрече и подготовили большое количество вопросов, но да, мы ограничены. Давайте. Мы очень много путешествуем. Очень. Позвольте, правильно, что русскую женщину всегда можно отмечить. Конечно. Позвольте, конечно, конечно, объясню, но в хорошем смысле, не в плохом. Мы все евроазиаты, и мы не вполне понимаем, живя в этом обществе, насколько у нас много азиатских черт. Разрез глаз, высокие скулы. И если мы путешествуем в Европу, наш овал лица, наши формы глаз, мы привыкли, нам кажется, мы все европейцы, сразу видны. Первое. И второе. Это цвет волос. Россиянки боятся седины и все время красятся. В других странах не так. Вот я вижу, есть ли группа блондинок, яркие у вас со спины, я знаю русские, лицо можно смотреть. Такого отношения к краске, как в России, нет ни в одной стране. Мы все время хотим быть яркими. Думаю, что эта традиция уходит вглубь кокошника. Кокошник не носим, но покрасим ярко красным волосом. И это уже как бы, ну как бы, как головной убор у нас такой. Такая шапочка. Давайте еще вопросы. Вопросы, есть еще вопрос? Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, можно ли вы начинающийся дизайнер, я надеюсь, на вашу коллекцию, если вы работаете? На кого вы надеетесь? На правительство? На покровительство. На покровительство? Мое покровительство? Нет, конечно. Смотрите, нет, конечно. Из меня ужасный покровитель. Понимаете, у меня своих сотрудников 20 человек. У меня очень большое хозяйство костюмов. Я веду программу «Модный приговор» ежедневную. Делаю книги. Вот вам пример. Издательство «Слово» в Москве. Я выпустил эту прекрасную книгу. 18-е переиздание. Готовлю другие книги. Вот, например, «Советский стиль» без ретуши. Вы знаете, это тоже выйдет, надеюсь, в этом году. Затем я делаю выставки. Я делаю семинары. Какое покровительство молодому дизайнеру? Когда? Вы знаете, вот у меня есть проблема. Я часто не могу найти время попить чайку. Это правда. И сходить в маленькую комнату. Просто нет времени. Потому что такой обвал работы. И вот я сегодня прилетел в аэропорт Шереметьево. Поехал, доехал. А мне говорят, можешь поспать полтора часа. Я ночью не спал. Ну, полтора часа. Я сказал, полтора часа. Я ставлю будильник. Я проснулся бодренько. Завтрак можно 10 минут. Душ 5 минут. Не больше. Дальше уже ждет журналистка. 4 интервью. Дальше в химчистку надо сдать вещи. А кто их будет сдавать? Я отправил человека сдать. Ну, что я вам буду эти детали рассказывать? Это такой ритм. Это вовремя загрузить машину. Извините, надо все постирать. Повесить, чтобы когда я вернулся из Петербурга, завтра я буду выступить, все было сухое. Это такая глупость. Но это рутина. И мне некогда покровительствовать дизайнеру. А я не могу сказать, что я... Ну, так и здорово, да вам покровительствую. Завер! Спасибо. Спасибо. Ну, давайте еще вопросы от нашей аудитории. Вот наша аудитория, она активная. Сейчас. Вот, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дяденька вот спрашивает. Дядя. Быстро. Дядя. Дядя. Здравствуйте. Вы очень яркий человек. Я да. То есть, соответственно, и тут, ну, как бы, на мой взгляд, вы... Ну, я не очень знаком с вашим творчеством. Зря. Поэтому вопрос тут именно такой жизненный... Чем вы занимаетесь, да? Нет, по поводу попить чайку. А вот вопрос кулинарии. Затронусь. На какое-нибудь отношение... Я выступал несколько раз в программе кулинарный, измана. Вы можете сами готовить. Я очень много готовлю. Когда у вас не нравится? Я, когда принимаю гостей, для себя не готовлю никогда. Я не считаю, что я должен. Я пользуюсь очень хорошо готовой русской кулинарией. Мне очень нравится обилие здесь грузинских ресторанов на вынос. И здесь хороший ассортимент. И я считаю, что слабость магазинов в России – это овощи и фрукты. А сила, может быть, молочные продукты, мясные продукты. Но точно не калбасы, не сыры. Поэтому я сделаю, как бы, свой выбор. Я ни в чем не нуждаюсь, не жалуюсь. И часто приобретаю еду готовую, когда я один. А когда у меня есть время, например, я в своем имении, потому что я заработал на несколько домов, очень счастлив, то я готовлю сам. Я готовлю кроликов, я готовлю индейок. Я готовлю петуха в вине, аверанский рецепт. Я очень много готовлю разных рыб. Мне это нравится. И я не вегетарианец, хотя очень люблю животных. И мне говорят, а как же вы еще и шубой рекламируете? Да, ради денег я буду рекламировать и шубой, и кожу. Но поймите одну вещь, что мы не носим мех. Тогда перестаньте есть курицу. Потому что это точно такое же издевательство над животным. Понимаете, я считаю, если ты не носишь меха, прекрати есть кильки. Но все живое тогда, если ты веган, тогда и ходи в пластмассовую обувь. А можно не вопрос, а просто мысль по полу? Ну да, может, пожалуйста, да? Ирина, пожалуйста, здрасте. Моя ученица Ирочка из Саратова. Спасибо. Хочу просто выразить восхищение тем, как вы точно подобрали название к этой книге. Ой, спасибо. Красота в изгнании. Именно в изгнании. Изгнали лучший цвет. Это так. Наши нации. А почему? Итог какой? Вот они, аниме эти японские. Безграмотность совершенная. Вы знаете, по сути, тя... Это правда, что вы говорите. Вот, это самое точное название. Вы знаете, трудно очень признаться в собственных ошибках. И я не могу сказать, что было какое-то покаяние. Это уже больше такой историко-политический вопрос. Мы действительно отказались от своей элиты, культурной элиты, после 1917 года, и делали все, чтобы ее искоренить до последнего конца. Делали все. Делали это в сталинскую эпоху очень активно. И потом не пускали, и убивали, и арестовывали, и расстреливали, и не давали переписываться. Это грустная часть нашей истории. И я считаю, что если мы все время убиваемся горем, тоже нет прогресса. Но забыть это не надо. Да, мы своими руками их повесили на суху. Сейчас главная драма, я думаю, многие русские женщины говорят, я принцесса, я это и слушаю программу «Модный прикол» постоянно. «Я королева, я принцесса, я хочу познакомиться с принцем». Я говорю, принц ваш прадедушка повесил на суху в 1918 году. Они были принцы в изобилии и с домами, и с благородством, и с библиотеками, и с картинами и галереями, и со счетом в банке, и с лошадьми, и со всем, что надо. Да, если вы называете шофера Вову вашим принцем, тогда это форма речи. Он тоже может быть благородный. А почему нет? Но он по факту принцем не является, как и вы не являетесь принцем. Но с принцами мы разошлись очень тяжело, и не хотели бы, чтобы они вернулись. Обидно. Почему? Не знаю, но мы не сделали ничего для того, чтобы они вернулись. А что надо было сделать? Это мой взгляд. Я говорю только то, что я думаю. Надо было привести хотя бы частичную институцию. Так как им не вернули ничего из их собственности. Им негде жить. Понимаете, а как они? Почему они к нам не приезжают? Ну, отдайте им хотя бы квартиру в их дворце. И они приедут. Они будут жить. Но мы этого не хотели сделать. Сейчас уж не, 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 как бы сказать. Теперь идите на себя. Будет вы знание всегда. И мне говорят, а красота вернулась из изгнания? Из изгнания красота не вернулась. Родилась новая красота. Это да. У нас очень много красивых женщин. Манекенщицы, артистки, балерины. Что нету? Есть. Но если говорить об их благородных кровях, если мы верим вообще в благородство крови, эти не вернулись. Родилось новое поколение, да. Другое, да. Может быть талантливое, может быть яркое, может быть финансово обеспеченное. Есть у нас очень много красивых женщин на Рублевке. А что нет? И не все с губами карп. Есть процент карп, а есть и не карп. Есть разные. Нельзя всех подату гребенку сказать, что... Что еще? Дорогие друзья, ну давайте еще один вопрос. Вот красивая брюнетка. Красивая брюнетка. Интеллектуальная. Давайте. Скажите, пожалуйста, очень любопытно узнать о процессе восстановления платьев и другой одежды. Ой, я вам расскажу. Расскажите. Очень интересно. Смотрите. Кто этим занимается? У меня работает 12 реставраторов. Это реставраторы жилописи, реставраторы графики, реставраторы бисера, реставраторы кружевов, вееров, зонтов. Это все разные. Шляп, обуви, текстиля, корсета. Это все разные специальности. И я организовал такие мастерские, которые существуют уже 10 лет, где работают женщины и очень довольны. Потому что это сдельная оплата. Сколько сделали, столько они получили. Никого нельзя сажать на зарплату. Потому что это будет как в русском музее. В любом. Они получают зарплату, так чай пьют и на больничном. Это не годится. Сделала, получила. А не сделала, ничего и не получила. Я болела. Валите дальше. И они все работают на дому. У них потрясающая работоспособность. И у многих обстоятельства. Либо дети, либо родители, либо какие-то. Им удобнее так, что они не приходят на работу, знаете, опоздал, не опоздал, электричка. Петро. Это все не надо. Мы встречаемся раз в месяц. Они получают новые задания. Задания они получают по личному выбору. И есть женщина, говорит, я работаю только с розовым платьем. Потому что, говорит, мне приятно. Пожалуйста. А другая, говорит, а мне черные. А другая, говорит, я только с корсетами. А другая, только с бисером. И у них есть специализация. И я счастлив, что я даю им их любимое дело за их любимые деньги. Из натуральных материалов. Мы никогда не покупаем никакого современного бисера. Никаких современных ниток. Это музейная работа. А вы скажете, а где вы найдете такой бисер? Вот годами я ищу в интернете, покупая в разных странах, от США до Австралии, не проданные в магазинах стоки бисера 910-х, 20-х годов. А при деле, вот сейчас у меня была встреча. А у нее есть все цвета. У нее, знаете, вот такое изобилие вещей. Мне сказала, синий закончился. Причем синий вот не этого тот, он сказал, а вот этот navy blue, темно-синий. Пожалуйста, вот круглый, венецианский, а не граненый, богемский, в следующей встрече привезите. И я делаю это, потому что я знаю, что дело иначе не пойдет. Они работают только с натуральным шелковым тюлем. Это не полиэстер, это не химия. Трудно найти. Он продается во Франции. Он стоит кучу денег. По-моему, 80 евро за метр. Чтобы вы так представите. А если платье, то нам надо так метров 8. Только вот этого тюля, если подкладка, понимаете? Так что умножайте так на все. Плюс работа, плюс это. Они хотят, чтобы были натуральные косточки, чтобы были лукитовые усы. Значит, мы должны это найти. Покупаем старые корсеты. Это огромная работа, чистка. Есть одна женщина, которая специализируется по выводу пятен. Потому что есть пятна, которые никакая химчистка не берет. Но есть люди, которые знают, что нашатырный спирт, лимон, соляной раствор, сода. Они сидят и работают над каждым пятном. Но приносят мне, например, какой-нибудь платье. Здесь было 186 дырочек. Типичная речь. Я их все заштопала музейным швом. Теперь сами ищите, где они были. Их нету. Потому что музейный швов – это не такая штопка, как у нас. Это такая, что вы никогда не отличите. Они делают потрясающую работу. И я сформировал этих людей. И во многих музеях текстиля, сейчас наверняка они меня слушают, у них нет таких специалистов. Потому что я им все время, они как бы многоопытные. Так много приношу новых платьев, так много забираю, что они научились таким приемам. Например, если там моль скушала, она любит, скушала там кусок шантили, то мы покупаем другой кусок старинного шантили с таким рисунком, что ни один человек не отличит, что мы делали реставрацию. Поэтому каждая вещь на моих выставках говорит – какие красивые платья. Аж хорошо реставрировали. То есть это не халтура. Не то, что мы сейчас взяли здесь с оплатку утюгом, знаете, на… Вот это нет. Это не наше. Флизелин, заплатка – это сложная работа. Да, надо иметь средства на это, да. Да, надо иметь связи. Да, надо иметь терпение. Надо все это привезти, увезти, разложить. Есть платье, которое потом этикетно написано. Отпаривать запрещается, потому что такая была реставрация, что утюг погубит все. Паровой утюг тоже. Ничего нельзя делать. Вешают от веса и ждут три дня, когда он расправится. Нельзя. Можно душем пользоваться. Можно я вас научу? Можно мятое платье повесить на вешалочку в ванной и включить горячий душ. И это пар, просто атмосфера, закрыт все это, да. И после этого все у вас в голове, видите? Это, наверное, шелк, шелк, да, шерсть, шелк, натуральный. Дорогие друзья, ну у нас впереди большая автобус. Мне так с вами интересно. Саратов, Саратов, Владимир и Пенца. Вы нас слышите? Я хочу сказать, что сегодня у меня будет вечерком выступление гостиницы «Совой» на тему «Загадка Коко Шанель». Она будет в семь. Это платный вход, не так, как здесь. Поэтому, если вы хотите, у кого-то есть время и деньжатки, приходите, поддержите бедного коллекционера. Гостинца «Совой», Кузнецкий мост в семь вечера, но без деньжатки не пустят. Деньжатки не пустят. Нет, подешевле. Дорогие друзья, сейчас мы потом скажем вам... Там вам полторы тысячи, вот так, в вашей сцене. Вы можете себе позволить. Мне просто хочется еще раз сказать большое спасибо нашим аудиториям. Спасибо библиотеке. Спасибо добрые мои, хорошие. У вас хворкод на вашем экране. Вы еще можете заказать книги с автографом. Эту и другую книги с подписью Александра Васильева. И подпишитесь на мой инстаграм, сделайте мне подарок. Или moskovux.ru тоже к нам. Дорогие друзья, теперь наша автограф-сессия. Мне очень с вами было хорошо. Смотрите, я готов с вами всю ночь. Но у меня поезд ночью в Петербург. Завтра у меня группа. Я два музея должен делать с дамами в Петербурге. А потом я возвращаюсь поездом. И модный приговор. Съемки. Понимаете? И это так все время. Я заканчиваю. Я готова поехать в Петербург. Моя девочка. Надо заранее было записаться. Там тоже, наверное, с местами. Я следующим поездом. Моя маленькая. Ну, хорошая. Ну, так получается. Понимаешь? Я готова. Аплодисменты. Аплодисменты. Теперь внимание. Внимание, дорогие друзья. Внимание. Слушаем. Кто не остается на автограф-сессию? Есть такие? Девочки, кто хочет поехать в Петербург? Подождите, пожалуйста. Я вас приглашаю. Поехали. Стоим и выходим. Кто не остается? Кто без книги? Кто без книги? Выходим. Обязательно. Встаем и направо выходим. Сначала те, кто не идет на автограф-сессию.